Уважаемый Алексей Игоревич, уважаемое собрание, в 2022 году мной получено 2125 обращений жителей края о нарушении прав. Это примерно уровень 2021 года. В людях это 6700 человек. Результаты работы по этим обращениям следующие. В 8% случаев право восстановлено, в половине случаев, 51% оказано содействие гражданину восстановления прав. В 14% случаев нарушения прав не выявлено. Остальные пока находятся в работе. Уменьшилось количество обращений из Емельяновского, Таймырского, Долгана, Ненецкого и Янкийского районов. Самое значительное увеличение числа жалоб зафиксировано по Уярскому району. Причина понятна. Пожары. Есть рост по Каннску, Боготулу, Ачинску, по Большовулуйскому, Берелюскому, Ачинскому и Несейским районам. Это вполне объяснимо. Я проводил там личный прием граждан. Это всегда дает всплеск количеством. А вот причины роста числа жалоб из Норильска следует дополнительно изучить. Тематика обращений во многом повторяет картину последних лет. Почти четверть из них связаны с правами детей. И будут подробно проанализированы детскими полномочиями. 23% обращений касается работы силовых ведомств. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году. Следует отметить стабилизацию обращений по тюремному ведомству. На треть сократилось количество жалоб граждан на работу полиции. Это серьезный результат, с которым я бы поздравил руководство главка. Достаточно уверенно, это такая четкая работа. Прирост статистики по силовым структурам получен исключительно за счет военного ведомства. Обращений там стало в 15 раз больше. И мы с вами понимаем, почему это происходит. 11% обратившихся к уполномоченному недовольны работой судебной системы, включая и службу судебных приставов. Около 10% заявителей озабочены нарушением своих жилищных прав. Пенсионное и социальное обеспечение волнуют 9% граждан. Около 5% попросили юридической помощи. Снизилось до уровня 4% количество заявителей, недовольных качеством администрирования. Возможно, в лихую годину мы стали чуть терпимо относиться друг к другу. Люди к чиновникам, чиновники к людям. Снизился накал общественного интереса к работе в системе здравоохранения. Впервые за три последних года вес этой темы в общем потоке обращений не превышает 3,5%. Прочие группы прав в обращениях жителей края редко набирают более 1-2%. Анализ жалоб по контрагенту показывает, что на прежнем уровне в 22% осталось количество претензий граждан к муниципальным управленцам. До 14% выросло количество обращений с критикой краевых чиновников. До 43% увеличилось число жалоб, содержащие несогласие с действиями органов федеральной власти. Полагаю, что статистики цифр достаточно. Более подробные выкладки желающие могут найти в докладе. Сейчас хотел бы обозначить ряд крупных вопросов, ответ на которые трудно найти без позиции законодательного собрания и правительства края. Прошедший год стал для нашего народа годом очень серьезных тяжелых испытаний. Раз в 100 лет племена западной оконечности Евразии объединяются, чтобы нас уничтожить. Это происходит век за веком, регулярно, неотвратимо, как смена времен года. В представленном вам докладе, в этой брошюре, в этом году посвящена этой теме отдельная глава права человека в условиях специальной военной операции. По состоянию на вчерашний день имею около 200 документированных обращений от участников специальной военной операции, их родных и близких. Половина этих обращений связана с частичной мобилизацией. Интересно, что в 90% случаев обращались родственники, женщины. Сами солдаты как-то не стремились обращаться. Мобилизация в нашей стране не проводилась более 80 лет, опыт ее проведения утрачен. Это, безусловно, сказалось на том, что было много ошибок, неразберихи, особенно на начальном этапе этого мероприятия. Часть обращений была связана с прохождением военной службы в период специальной военной операции. Особенно не просто складывалась работа по возвращению пленных, 11 обращений такого рода, 7 человек обменено, поиску без вести пропавших, 15 обращений. Установлена судьба шести, в том числе двое живы. Возвращение на родину тел погибших воинов. Эта работа была бы невозможной без личного участия уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. Были обращения, касающиеся выплаты боевых, материально-технического оснащения наших бойцов и так далее. Посещение гарнизонного госпиталя обязательно приносят просьбы бойцов о помощи в документировании. У многих, кроме формы 100, никаких документов практически нет. Солдат оставил документы в блиндаже перед атакой. Пошел в бой, очнулся уже в госпитале без документов, без сотов, без всего. Или погорело все в подбитой технике. Просят о восстановлении банковских карт. Работаем с банками. Большое спасибо банку ВТБ-24. Просят об оформлении доверенности на близких, на жен, чтобы не сидели без денег. Работаем с нотариусами. Они молодцы. Все делают бесплатно, безотказно. Спасибо Светлане Юрьевне Зелевичу и Союзу юристов Красноярского края. Зачастую раненые просят помочь по бытовым вопросам. Женам, детям, матерям, близким. Обращаемся к нашим главам. Или к коллегам-уполномоченным других субъектов. Если ребят из других субъектов. Не буду углубляться в подробности. Это просто работа. Есть структуры, работающие по данной теме более напряженно, результативно. Я говорю об этом с одной целью убедить вас, что хорошо знаю фактаж, изнанку происходящих событий. Из позиции этого знания могу утверждать, что на втором году войны мы все еще продолжаем жить в режиме мирного времени. В крае до сих пор не налажен учет всех участников боевых действий. Поначалу решено было оставить это за краевым комиссариатом. В результате выпали целые категории фронтовиков. Добровольцы, бойцы ЧВК, красноярцы, подписавшие контракт в других регионах, сотрудники силовых структур других, кроме армии и Росгвардии и так далее. Год Минсоцполитики кивало на военкома, а тот разводил руками. В результате сложилась абсолютно безобразная ситуация. Жители края отвоевали, пролили кровь, вылечились по госпиталям, пришли домой за выплатами. В ответ услышали, вас нет в наших списках, идите в те регионы, откуда уходили на фронт. А в тех регионах сказали, вы не наши жители, вам ничего не положено. Спасибо Сергею Александровичу Пономаренко, который лично вник в эту проблему и помог решить ее. Крайний мой такой заявитель получил выплаты только три недели назад. Такие ситуации будут повторяться. Поэтому предлагаю сформировать единый краевой реестр участников СВО из Красноярского края, включив в него кроме участников боевых действий, также гражданских служащих, строителей, врачей, спасателей и других лиц, выполняющих задачи в прифронтовой зоне, а также ближайших родственников погибших, пропавших без вести, военнослужащих и гражданских лиц. Дело не должно ограничиваться выплатами. Давайте оставим этот монетарный подход в стороне. По квартирный, подворный обход всех семей, чьи близки воюют. По каждой семье нужен социальный паспорт с указанием всех нужд и ответственных, кто в этом будет семье помогать. Другие регионы уже давно начали эту работу. С декабря об этом говорим. Нужна краевая целевая программа поддержки участников СВО. В Самаре, например, эта программа называется «Возвращение» уже работает. У нас в крае в 1999-2004 году была программа «Защитник Отечества». Она во многом помогла решить проблему участников второй Чеченской. Сейчас вообще принято проводить параллели и с Чечнёй, и с Афганистаном. Но это неверно в корне. За 10 лет афганской войны через боевые действия прошло 4,5 тысячи красноярцев. 181 из них погибли. Сотни получили ранения. Почти все вернулись к тяжелейшим посттравматическим синдромам, который потом аукнулся и ростом числа суицидов, алкоголизацией, осложнением криминогенной обстановки. Всё это получило потом название «Афганский синдром». По итогам только первого года СВО на фронт по разным каналам ушло до 10 тысяч красноярцев. Потери и санитарные, и безвозвратные уже превышают весь афганский период. Это только начало. Война эта будет долгой. Что мы сегодня сделали для того, чтобы завтра не наступило время украинского синдрома? Было бы правильно, чтобы каждый, вернувшийся в край фронтовика, имел возможность пройти углубленную диспансеризацию, в ходе которой, в свое слово сказали не только бы врачи, но и социальные работники, и служба занятости. Особое внимание необходимо будет уделить работе клинических психологов. Для этого у нас сегодня недостаточно ни кадров, ни материальных условий. Да, в госпитале ветеранов войн есть специализированное отделение. Несколько врачей-энтузиастов, 20 коек с одним туалетом в приспособленных помещениях. Несколько лет назад мы отказались от строительства небольшого нового корпуса, госпиталя на Вильском. Сегодня очевидно, что это решение было ошибочно. Нам было не до госпиталя. Мы все тут мощно строили объекты универсиады, хотели понравиться западному цивилизованному миру. А теперь не знаем, чем заполнить эти объекты. Чем сегодня, например, заполнен Центр Радуга. Это одно из немногих спортивных сооружений в Сибири, полностью оборудованных под нужды маломобильных групп. Возможно, стоит подумать о создании там Центра социально-спортивной адаптации молодых военных инвалидов. Такое предложение края, уверен, будет сегодня услышано Федеральным Центром. В крае закрыта протезная мастерская, которая худо-бедно покрывала первичные потребности и афганских, и чеченских ветеранов. Между тем, основной вид травмы на этой войне – это мина взрывная с утратой конечности. Это очевидно уже сегодня. Мы к этому как-то готовимся, или мы будем гонять своих фронтовиков на примерку в другие регионы. И не раз. Культя усыхает, надо второй раз ехать, третий. В краю необходимы собственные современные протезные производства. Кровая грантовая программа для НКО должна быть в кратчайшее время развернута в сторону поддержки семей участников ИСВО и инвалидов, участников боевых действий и родственников погибших. Чего мы ждем? И на Берюсе надо собирать не инициативных грантоедов, а молодых ветеранов. Учить их, как встраиваться в эту жизнь, без рук, без ног, без глаз. Я говорю сейчас очевидные вещи. Уверен, что каждый из вас может продолжить этот список предложений. Возможно, стоит провести по этому поводу парламентские слушания. В условиях военного времени решающее значение приобретает устойчивый тыл. В этой связи хочу коснуться одной незнаменитой темы. Вывел меня на нее депутат Кременский. Треть края топит печи. Если по углю расценки для населения мы держим, то с дровами беда. Механизмы регулирования цен на дрова фактически отсутствуют. Хитроумные формулы, которыми оперирует Минтариф, никакого отношения к реальной жизни в этой сфере не имеют. Человек идет и покупает машину швырка по свободной цене рынка, по той цене, которую диктует частник. В последние пять лет стал расти разрыв между этой частной ценой и реальными доходами сельского населения. Фиксирую рост числа жалоб по этой тематике. Мы нашли механизмы ограничения аппетитов рыночных структур, которые продают тепло для городских жителей. А вот селяне остались один на один с частниками. Это несправедливо. Цена на дрова в сибирской деревне это так же важно, как цена на поездку в городском автобусе. Как цена на бинты, простейшее обезболивающее в аптеке. Последний раз безуспешные попытки пройти дровяной квест в крае предпринимались весной 2006 года. Ровно четыре месяца продолжалось это счастье и ничем не закончилось. Между тем древесины у нас полно. Только сухостое на нашей территории накоплено 300 миллионов кубов. Ну, чтобы вы представили, представьте штабель размером с площадью города Москвы до шестого этажа. Без промежутка. Отсюда, кстати, и ответ на вопрос, почему мы так часто говорим в последние годы. Неясно только кто и по какой цене готов реализовать это топливо населению. Особенно льготным категориям, тем же семьям фронтовиков. Обращаясь к правительству с просьбой найти подходы к решению этой задачи. Еще одна отраслевая тема. В районе граждане остро поставили вопрос о плачевном положении бывшего СПТУ, а ныне филиала Каннского колледжа. Несколько лет назад в крае в ходе острой дискуссии был выбран вариант реформирования сельских профтехучилищ. Большинство из них стали филиалами крупных кустовых учреждений профтехобразования, которые и стали основными бенефициарами этой реформы. Судьба же филиалов оказалась незавидной. Финансирование по остаточному принципу, отток кадров, обветшание материально-технической базы. К слову, еще на стадии обсуждения многие депутаты прошлого созыва предупреждали об этом исходе. Я не собираюсь торгаться в схеру образовательной политики, но лишь предлагаю оценить социальные последствия реформы. Не секрет, что в этих филиалах учатся дети из беднейших сельских семей. Часто это неполные семьи. Эти дети не поедут учиться в соседний город. Не на что. Корочки, полученные после двух лет учебы в этом филиале, это, конечно, не диплом МГУ. Но для сельских ребят это настоящая путевка в жизнь. Возможность честно зарабатывать свой кусок хлеба. Судьба филиалов это не про образовательные стандарты. Это про то, сколько завтра на селе будет бомжей, а сколько трактористов. В лето 2022 край сильно горел. Только за 7-8 мая возникло 273 пожара в 18 муниципалитетах. Эти события также сурово проверили на излом систему народа и власти. Пик обращений граждан по этим событиям пришелся на июнь. Были и выезды пострадавшей территории. Памятным стал совместный прием граждан в Уяре вместе с прокурором края. Тогда выслушали 60 человек. Должен отметить четкую и слаженную работу как краевых структур, правительства, законодательного собрания, муниципалитетов, так и федеральных коллег. Органов прокуратуры, судов, МЧС и так далее. Уже к середине августа поток обращений по этой теме в мой адрес иссяк. Ситуация властями была переломлена. Погорельцы в массе своей поверили в то, что они останутся с бедой один на один. В целом, в прошедшем году проведены приемы граждан в 21 униципальном образовании. Проверено 12 изоляторов временного содержания, спецприемник, 8 пенециарных учреждений, психоневрологический диспансер. Помимо работы в крае, в течение прошлого года продолжал работу председателя Координационного совета уполномоченных Сибири и сопредседателя Российского Координационного совета уполномоченных по правам человека. Приношу слова сердечной благодарности всем, кто оказывал нам с коллегами содействие в деле защиты прав граждан. Субтитры создавал DimaTorzok